Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как сделать заземление для своего дома своими руками. Контур заземления будем делать по типовой схеме, в которой у нас присутствует 4 вертикальных проводника из уголка 50 на 50 толщиной 5 мм. Между собой уголки обвязаны полосой 40 мм шириной 4 мм толщиной. От дома до контура заземления должно быть не менее полутора метров. Мы немного отступим от данной схемы и сделаем контур из вертикальных проводников не в одну линию, а квадратом. Со сторонами 3, 3, 3 и 3 метра. Такой контур заземления рассчитан на подключение в 17 кВт. Для организации контура куплены 4 уголка 50 на 50 длиной 3 метра и 5 полос 40 мм шириной 4 мм толщиной. Минимальный отступ от дома 1,5 метра. Заземление поднимается по стене. В нашем случае отступ от дома будет 4 метра. Контур будет квадратный. Глубина траншеи под заземление 0,7 метра. Размечаем контур на земле удобным для нас способом. Копаем траншеи глубиной 0,7 метра. Траншеи выкопаны. Проводник укладывается на глубине. 70 сантиметров от поверхности земли по углам будут вертикальные проводники глубиной 3 метра под них еще будет вырыто углубление после этого забиваем вертикальные проводники и обвариваем их между собой полосой 4 на 40 и обвариваем их между собой для того чтобы уголки легче было забивать заострим их с нижней стороны проводники горизонтальные подготовлены сейчас будем забивать вертикальный и так же будет по 4 углам и так же будет и так же будет Таким образом уголки забиваем по четырем сторонам контур заземления. Продолжение следует... Четыре проводника забиты, пластины отмерены, полосы отмерены, можно сваривать конструкцию. В вертикальной пластине будет приварен болт, к которому будет прикручен провод от щитка. Сечение провода 10 мм. Свариваем горизонтальную полосу в одну систему. Теперь привариваем пластины к вертикальным проводникам. Обвариваем пластины по всему контуру. Контур заземления готов. Четыре стержни вертикальных по три метра. Обварены полосой 4х40 мм. И подведены к дому. К полосе приварен болт, к нему будет проводник от щитка. Теперь осталось проверить сопротивление. При неимении тестера это можно сделать лампочкой. Как это сделать сейчас я вам покажу. Для этого берем обычную переноску с лампой накаливания. Нулевой провод подключаем к заземлению. А фазу к розетке. И смотрим на сколько ярко горит лампочка. Минусовой провод подключим к заземлению. Второй провод вставляем в розетку. Лампочка светится ярко. Значит контур заземления работает хорошо. Если бы лампочка светилась тускло. Это бы значило что нужно добавлять еще вертикальные проводники. Сейчас у нас все хорошо. Для того чтобы еще улучшить электролитическую проводимое земли. Слой земли с проводником будем перемешивать с солью. И сверху закроем контур пленкой. Чтобы соль не вымывалась. В идеале лучше засыпку проводить глиной. Смешанной с солью. Но у нас глины нет. Поэтому будем послойно засыпать землю. И просыпать ее солью. Пока не засыпаем все проводники. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь можно контур пролить водой. Для того чтобы соль растворилась. И закрыть пленкой. Полиэтиленовой пленкой. Для того чтобы потом этот электролитический компаунд не размывался. Субтитры создавал DimaTorzok Контур закрываем пленкой. Солью просыпаем. Можно засыпать оставшуюся траншею. И вся работа сделана. Для того чтобы земля осела. Можно включить полив. И пусть все хорошо утрамбуется. Земление закопано. Водой пролито. Так где земля осела. Подцепим земли. Осталось прикрутить провод. Заземление. И подключить его к щитку. Водой пролито. Водой пролито. Уваживаю. П sellers не дай бот. Водой пролито. По дней. Пациент. С welcome. Каждое. Юрий. Уваживаю. Сумпом. Каждое. Перед тем как выполнять любые работы с электричеством следует отключить водной автомат. Это тот который находится на щитке. Теперь для подключения заземления подкрываем крышку распределительного щитка. В доме у нас три квартиры, поэтому провода водного тоже три. Заводим провод сначала по щиту, если нужно для этого подкручиваем клеммную колодку. Теперь можно зачистить провод изымления. Для того чтобы загнуть провод используем разгрузку. Отключаем его клеммной колодке с заземлением. Также пользуясь случаем можно поджать все остальные клеммы. Ставим на место крышку. Вот так все готово. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал здесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых сериях. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.